Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Достаточно доехать до границы области, бросить белый флаг, объявить сигнал «СОС», тебя встретят, примут, обогреют, накормят, поменяют твою летнюю солярку на зимнюю, поменяют тебе масло, зальют тасово, оденут и сопроводят до границы Российской Федерации. Здесь, к сожалению, это было… Откуда сложилась такая реклама, такое представление? Наверное, по результатам прошлой зимы, когда была на территории области в двух районах объявлена чрезвычайная ситуация, надо отметить, что только в этом случае местные исполнительные органы имеют право свои резервы на чрезвычайную ситуацию использовать для оказания помощи. В том числе и для залива зимнего топлива, и для обеспечения питанием горячим и теплой одеждой. В таком случае, в каких ситуациях ДЧС может помочь и можно рассчитывать на помощь спасателей? Согласно законодательству, аварийно-спасательные службы Департамента по чрезвычайной ситуации оказывают помощь непосредственно по эвакуации пострадавшего из места, где ему угрожает опасность. То есть мы доезжаем до кабины авто, предлагаем гражданину эвакуироваться в пункт обогрева, где ему будет оказана при необходимости медицинская помощь. Дорожные службы надо четко разделять. У нас национальная компания Казавтожол, владельцами дорог являясь, отвечают за обслуживание дорожного покрытия, управление дорожной полицией, за регулирование движения. И нет ни одной службы, которая обязана менять топливо летнее на зимнее, менять горючее, смазочные материалы и тем более ремонтировать технику. Это вся обязанность сложиться на самих владельцев автотранспорта через станции технического обслуживания, которые в том числе бывают и мобильные, и оказывают платные услуги. Здесь неправильное понимание. Недавно в прессе я видел в соцсетях объявление о том, что якобы МЧС поднимает цену за обогрев машин. Никакого отношения службы комитета по чрезвычайной ситуации к этому не имеют, но частники, которые содержат свои станции технического обслуживания, им никто не запомнил. И они не запрещают это делать на основе... На свое усмотрение регулировать цены и услуги. Пересматривать. 40 граждан Узбекистана продолжили свой путь на резервном автобусе. Остаются не менее 60 иностранцев. Они также уже... 77 точнее. Сейчас 22 из них граждане Республики Киргизстан и... так... 40... извиняюсь, 67... 67... 45 из них граждане Республики Узбекистан. Надо отметить, что 40 человек продолжили движение, опять-таки, на резервном автобусе, которые сами за свой счет вызвали с Узбекистана. Остальные пока продолжают. Остальные пока остаются. Остаются у нас в пунктах обогрева. Надо сказать, что уже и со стороны владельца этого кафе, в котором они находятся, в трех кафе, поступают жалобы на то, что люди находятся, мерник их не принимают для того, чтобы продолжить движение. Но проблема в том, что они на летнем топливе выехали. На летнем топливе и летнее масло, пытаясь отогреть уже и местные исполнительные органы, и органы гражданской защиты, пытаются оказать помощь по отогреву их топливных систем. Однако промерзание достаточно глубокое, и пока результатов нет. Но учитывая, что погода изменится в лучшую сторону, в ближайшие дни есть надежда, что они все-таки благополучно покинут наш регион. Мы тоже надеемся. Пункты обогрева, сколько их будет этой зимой? 119 мы подготовили, 5 уже сейчас начали работать. Что необходимо знать людям на предстоящую зиму, которые, допустим, не вникнут в суть СМС предупредительного характера? Куда бы ты ни шел, каждый человек обязан позаботиться, предусмотреть теплую одежду и запас определенных денежных средств. Вот, если ты едешь на машине, ясно, должен положить еще туда и тросы, и неподходимый инструмент, лопаты, для того, чтобы выгрести свой личный автотранспорт из снежных заносов, оказать помощь. Ну, не знаю, может предусмотреть какой-то запас песка, инертных материалов для подсыпки под колеса, чтобы подняться на обледнелые пригорки. И последний вопрос. Есть ли прогнозы на предстоящую зиму? Какая она ожидается? Морозная, снежная? По прогнозам КАЗ-гидромета зима у нас будет, скорее всего, ниже нормы, скажем так, и по обилию осадков, и, ну, незначительно, и по температуре ниже нормы. Ну, тем не менее, бдительность должна быть высокая. На этом мы завершаем нашу программу. С вами были Акмурал Майкузова, а также заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Жарул Касыну Л. Касым. Спасибо за внимание. Эфирную эстафету передаем Гульбаршина Катова. И всего доброго. До свидания. Спасибо за интервью.